Сегодня я покажу вам блюдо, которым вы сможете не только угодить вегетарианцам, но и заодно их удивить. Привет, мои креативные! Сегодня мы с вами приготовим необычное блюдо. Это блюдо литовской кухни. Креативные огурцы. Вот так вот. Фаршированные огурцы, конечно же. Но они, в принципе, тоже креативные. Итак, нам потребуются огурцы, лук, вареная морковь, вареная свекла, масло, специи и острые ножи. Режем лук мелкой крошкой и жарим его на сковороде. В общем-то, здесь все надо резать мелкой крошкой, потому что огурчики у нас небольшие. Мы вынимаем из них сердцевину, все это перерубим мелко-мелко-мелко, заправим маслом, специями. И, в общем-то, огурцы готовы. Супер вегетарианские, супер креативные, супер литовские. Дело дошло до самого главного, огурец. Нам надо его разрезать пополам и удалить всю сердцевину. Молодые огурцы. О, смотрите, какая достаточно хорошая лодочка получилась. А мне кажется, знаете как, литовцы не нашли соленых огурцов для винегрета и решили сделать огурцы фаршированные, со свежими огурцами. Как вариант. А вот эту мякоть от огурцов мы тоже перережем в салат. Тоже мелко. Готовый лук я выкладываю сюда же. Все перемешиваю. В общем-то, все почти готово. Добавляю соль и перец. И фаршируем огурцы. Масло у нас есть в жареном луке, поэтому я его не добавляю. Так, начинка готова. Выкладываю в огуречки. Не знаю, какая должна быть заполняемость огурцов. Вот так вот. Литовский огурец. Литовский винегрет. Не огурец. Литовский винегрет. Сегодня на дегустацию я пригласила специального гостя. Это хуршет. И сегодня я его буду угощать блюдом литовской кухни. Хуршет, попробуй, пожалуйста, оцени. Вот. Это не мясное блюдо. Сразу я тебе открою карты. Это блюдо не мясное. Можно его попробовать. И просто вот, как говорится, вот в этом виде. Можно его с соусом сметаной. Ну, с обычной нашей сметаной. Попробуй. Посмотрим, что получится. Заценит ли наш гость из солнечного Таджикистана блюдо литовской кухни? Прошу. Сразу со сметаной. Так сытнее. Все правильно. Давай, пробуй. Скажи честно, как? Хрустит как-то. Очень вкусно. Да. Вкусно. На что похоже может быть? Может на какое-то национальное блюдо с родины похоже, нет? Нет, не похоже. Вкусное. Съедобно? Да, едят. Удобно. Удобно. Со сметаной. Ну, чего-то, наверное, все равно не хватает, да? Что не хватает на твой взгляд? Мяса. Мяса не хватает. Мяса. Мужчинам не хватает мяса. В следующий раз я приезжаю вам на гости, национально готовить какое-нибудь блюдо мясное. А что это за блюдо будет? Это секрет будет. В следующий раз готовим, вот, посмотрите. Уже интересно, что это будет за блюдо. Я думаю, вам тоже будет интересно узнать, какое национальное таджихское блюдо приготовит нам наш гость. А вы не забывайте подписываться на наш канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск с новой серией. Вот салат, если был мясо, еще хорошо бы. Гошь, мне будет больно, а значит, кани гость в ракуум.